И снова здравствуйте! Хочу стать миллионером в эфире MBC. Ближайшие полчаса с вами проведу я, Татьяна Бахова. Для тех, кто не в курсе, наш проект о вашем первом миллионе, о том, как его не потерять, а приумножить. По традиции много интересного и познавательного. И вот о чем программа сегодня. Контроль во благо клиента. Как избежать проверок со стороны Агентства по защите прав потребителей и решить вопрос в случае недовольства покупателя. Разобраться поможет представитель агентства Вячеслав Чухрий. Где и за сколько отдыхают молдавские миллионеры? Топ стран, которые предпочитают молдавские бизнесмены и цены на роскошный отдых от молдавских турагентств. Традиционная рубрика «Бизнес-легбез» раскроет значение термина «демаркетинг». И в завершении программы о бизнесе на доставке. Новая ниша на молдавском рынке уже успела принести успех нашим героям. Максим Коробец и Аванеса Ванесян расскажут о развитии проекта «Страус». Контролирующие органы. Как бы молдавский бизнес к ним не относился, они существуют и порой очень жестко наказывают за нарушения. Во избежание нежелательных проверок важно быть информированным. В нашем следующем сюжете мы попробуем предупредить представителей бизнеса о возможных последствиях в случае, если будут нарушены права потребителя. Проверки, которые проводят инспекторы агентства по защите прав потребителей, могут быть как плановые, так и внеплановые. Начнем с того, что спровоцировать проведение контроля может не только недовольный потребитель. Определяются те хозяйствующие субъекты, которые допускают те или иные нарушения. И из расчета риска для потребителей, для того, чтобы не попадала некачественная продукция на рынок, то есть рассчитывается степень риска, и только тогда это предприятие, этот хозяйствующий субъект, вносится в государственный реестр по планам. То есть график контроля на такой-то или такой-то квартал. Это решение отправляется экономическим агентам не менее чем 5 дней до начала контроля. Ставится в известность экономический субъект, что у него будет осуществлен государственный контроль. И только после этого уже направляется со всеми соответствующими документами государственный инспектор на проверку того или иного экономического агента, независимо от форм собственности и от рода деятельности. Плюс плановой проверки. Вас непременно предупредят о ней за 5 дней. Более того, агентство должно убедиться посредством подтверждающих документов от Пошта Молдови, что вы это уведомление получили. Так что хорошо подготовиться к встрече с инспектором вы просто обязаны. Попросите у него удостоверение и решение агентства о контроле на объекте. И не забудьте представить ему журнал проверок для подписи. А вот проверить он может все что угодно. Если это услуги или это производство, начиная от дверей предприятия, все регламентирующие документы на право деятельности, продукции, технологии и так далее, документы. То есть от сырья до готового продукта, до упаковки, маркировки и поставки на рынок. Как этот продукт, сырье завозится, с какими документами сопровождающие безопасность, качество и так далее. Если соблюдается гигиена, если соблюдается санитария, персонала, если соблюдаются технологические процессы, если соблюдается упаковка, то есть все ингредиенты, все материалы должны быть, соответственно, сертифицированы. Одним словом, проверить могут абсолютно все документы на производимую продукцию или услуги. И к этому будьте добры, подготовьтесь. Но существуют проверки, которые производятся внезапно. Это в случае торговли. Начинается все с контрольной закупки. После этого проверяется контрольная покупка, если нет обвеса, обсчета и так далее. Если выдается или не выдается кассовый чек. И дальше уже инспектор начинает проверять всю продукцию, которая выставлена из услуг торговли. То есть выставление ценников, выставление информации для потребителей, выставление на обзор для потребителей книги, жалобы, предложений, режимы работы и так далее. Если до конца контроля эти нарушения не устраняются, то есть выдается предписание на устранение. И выдается какой-то срок. Определяется срок, период которого они должны быть устранены. По итогам проверки в случае административного правонарушения будет определена дата, когда вы должны будете явиться в агентство для вынесения штрафа, размер которого устанавливает директор агентства. В назначенный день, впрочем, вы сможете оспорить правонарушение, предоставив агентству все существующие аргументы. Еще один шанс дается, чтобы он защитил себя здесь, в агентство, у директора, у генерального директора в кабинете. После этого, естественно, уже выдается дечизия и деменда, то есть решение о наложении штрафных санкций. И если же и в этом случае экономический агент не согласен, он имеет право это оспорить в судебном порядке. Одним из поводов для внеплановой проверки может быть жалоба потребителя. Это называется внезапные контроли. Цедура контроля начинается с того момента, когда мы получаем в управлении уже конкретную жалобу, подписанную с визой директора, чтобы там принять какие-то меры или взять в рассмотрение, рассмотреть эту жалобу. И вот, опять же, зависит от степени риска. Естественно, экономический агент не знает, что будет контроль. Но если потребитель обратился к нему, как это обычно бывает, и они не решили на месте, он предполагает, что будет контроль. Но в большинстве случаев это внезапный контроль, который так или иначе подтверждает жалобу потребителя. Но даже в этом случае вы можете избежать административного наказания. Хорошая реакция и умение договариваться с потребителем – ваше спасение. Было принято постановление правительства о решении мирным путем жалобы. Есть предусмотрено законодательством. Если до того, как был инициирован внезапный контроль, он решает жалобу, мы дальше контроль можем не проводить. То есть, а если контроль уже был инициирован, контроль будет идти своим чередом. Контроль уже приостановить нельзя. Размер штрафных санкций за нарушения вы без труда найдете на сайте агентства. Например, несоответствие при маркировке товара облагается штрафом от 150 до 200 условных единиц. Нарушения по обеспечению безопасности от 400 до 500 УЕ. Отсутствие книги жалоб и предложений от 100 до 150 условных единиц. И еще, если в течение года вам довелось нарушить несколько раз, то размер штрафа удваивается при повторном нарушении и даже утраивается при третьем. Нужно отметить, что зачастую обманутый потребитель соглашается на энную сумму денег, которую ему предлагает обидчик. Так вот, в агентстве предупреждают, что получив эти деньги, не всегда потребитель отказывается сразу от своих претензий. Поэтому разрешать подобные споры лучше всего совместно с представителями агентства по защите прав потребителей. Они зачастую являются инициаторами перемирия. Ну а главный совет предпринимателям – будьте бдительны и не допускайте запятнать вашу репутацию халатностью своих сотрудников. Надеюсь, информация пригодилась. Летний сезон в разгаре. Для большинства простых смертных это время отпусков и отдыха на побережье Болгарии, Украины, в лучшем случае Турции и Греции. Однако для состоятельных особ, чьи возможности осилят отдых в любое время года и в любой точке мира, все эти условности в виде денег и сезона не имеют никакого значения. Давайте посмотрим, где и за сколько отдыхают молдавские миллионеры. Наш следующий сюжет об этом. Информацию предоставила отечественная туристическая компания с многолетним стажем работы на нашем рынке – Киа Тур. Приятного мотивирующего просмотра! Начнем с Китая. Ежегодно сюда отправляется не менее 15 наших соотечественников. Цены не шуточные – за недельный отпуск от 1200 евро на человека. Новое, ставшее популярным направлением в Китае – Хайнань. Это большой остров, лежащий у южного побережья Китая. Единственная провинция страны, расположенная в тропиках. Благодаря именно климату остров в последние годы приобрел большую популярность у туристов из Китая и СНГ. Следующий в списке – Таиланд. Десятки туристов из Молдовы ежегодно. Цены стартуют от 950 евро на человека за неделю отдыха. Таиланд – это не только живописные пейзажи и богатая культура. Это масса захватывающих развлечений. Тайский массаж, тайский бокс, зажигательное го-го-шоу и алказар-шоу. Переходим к Мальдивам. Сюда ежегодно направляются около 10 молдавских соотечественников. Кстати, довольно часто здесь отдыхают многие известные миллионеры. К примеру, Джордж Клуни считает его своим любимым курортом. 44 бунгало, подводное спа, между прочим, единственное во всем мире. Цепочка рифов плотно окружает весь остров, так что подплыть к нему для того, чтобы сделать фотоснимок, просто невозможно. Сюда едут за тишиной, покоем, открыточными видами и беззаботным отдыхом. Такого разнообразия подводной флоры и фауны, пожалуй, более не встретишь нигде в мире. Куба. Следующее излюбленное место миллионеров. От 1600 евро за неделю. Если вы мечтаете посреди снежной и холодной зимы о ярком красочном лете, то вам сюда. Этот райский уголок земного шара просто прекрасен. Само месторасположение Острова Свободы весьма привлекательно для дайверов и скейтбордистов. Здесь огромный выбор прекрасных мест для ныряния с аквалангом. Многие туристы едут на остров, чтобы отведать истинную кубинскую кухню, богатую своими вкусовыми ощущениями. Кубинский ром и сигары, зажигательные ритмы и чудесные сувениры – прекрасное дополнение к отдыху. Куба интересна своими национальными особенностями и колоритом жизни, теплотой, открытостью и гостеприимством местных жителей. Следующее направление, которое по карману пусть и немногим молдаванам – остров Бали в Индонезии. Цена за неделю отдыха от 1300 евро на человека. Остров Богов привлекает туристов своими первозданными ландшафтами, тропическими лесами и величественными вулканами, а также храмами и превосходными курортами с голубыми лагунами и густыми тропическими джунглями вокруг. Бали – это индуистский анклав в крупнейшей мусульманской стране мира. Поэтому нравы и обычаи местных жителей более мягкие и терпимые к непонятному для них образу жизни иностранцев, что делает этот остров прекрасным местом для спокойного отдыха. Курорт Канкун в Мексике – не менее привлекательное место для состоятельных особ – от 1879 евро. Этот курорт очень популярен среди русских и американских миллиардеров. До него сравнительно недалеко лететь. Как только желанный райский уголок достигнут, моментально можно получить сервис высокого уровня и полную анонимность, что немаловажно для многих известных персон. Канкун на сегодняшний день – один из крупнейших городов-курортов в западном полушарии, принимающий 4 миллиона отдыхающих в год, большинство из США. Он воплощает в себе великолепие Горибского моря и экзотику Мексики. Сейшельские острова – от 1650 евро. Самый дорогой курорт после того, как герцог Кембриджский и его супруга Кейт Миддлтон провели свой медовый месяц на этом острове. Белый песок и настоящее райское наслаждение – блюда от известных шеф-поваров и 11 современных вилл. Вот что предоставляется каждому желающему отдохнуть на этом острове. Удивительный отдых на солнечном побережье Маврикия – прерогатива богатых и сказочно богатых туристов – от 1700 евро. Элитные отели Маврикия в течение долгих лет учились угождать любым прихотям избалованных туристов, приобретающих дорогостоящие туры в этот уголок, затерянный в Индийском океане. Главным богатством страны, привлекающим на отдых тысячи туристов, без всяких сомнений является маврикийская природа. Остров Аруба Остров Аруба – от 1675 евро на человека. Он является лидером Карибского бассейна по туристическим предпочтениям – местом элитного отдыха. Главная достопримечательность острова – уникальный шелковистый песок, который даже под палящими лучами солнца остается прохладным. Славится остров Аруба и своей красивой природой. Заросли экзотических тропических растений, пальмы, неописуемой красоты коралловые рифы, скалистые берега, песчаные дюны и километры роскошных пляжей. И последнее в нашем списке предпочтений для молдавских миллионеров – острова Фиджи. Нескромные – 2780 евро с человека за неделю отдыха. Государство Фиджи располагается на одноименном архипелаге на юге Тихоокеанского бассейна. Это 332 вулканических и коралловых острова, лишь часть из которых является обитаемой. Туры на Фиджи в 2015 – одно из самых популярных направлений. Эксперты недаром считают эту страну самым развитым островным государством в океане. Особенно популярны свадебные поездки на острова Фиджи не только на время медового месяца, но и для самой церемонии бракосочетания. Красиво жить не запретишь. Красиво, знаете ли, тоже понятие относительное. Богатые люди – все разные по менталитету и привычкам. Многие предпочитают не изощряться и ездят в привычную Турцию, где тоже можно хорошо потратиться. В любом случае, возможность отдохнуть в любой точке земного шара, независимо от цены, может стать хорошей мотивацией для начала успешного пути. Надеюсь, наш рассказ многим пойдет на пользу. Ну а в продолжении программы – наша постоянная рубрика «Бизнес-ликбез». Попробуем раскрыть значение слова «демаркетинг». Просвещайтесь! Термин «демаркетинг» происходит от английского слова, где «де» – частица отрицания, маркетинг – это торговля или продажа. Демаркетинг – это реальное или искусственное снижение спроса на товар из-за роста цены или уменьшения средств на рекламу. Демаркетинг применяется в случаях, когда необходимо сократить спрос на определенные товары или услуги, так как производственные мощности и товарные ресурсы не в состоянии его удовлетворить. Задачу уменьшения чрезмерного спроса решают с помощью демаркетинга различными путями. Повышают цены на товар или услугу, прекращают стимулировать продажу. Можно также сократить объем рекламы, вызвать дефицит или уменьшить производство. Демаркетинг может осуществляться как на товарном рынке, так и в сфере услуг. Так, расторгнув отношения с убыточными клиентами, компания способна увеличить свою рентабельность. Также путем демаркетинга компания может повысить уровень безопасности и комфорта своих сотрудников, существующих клиентов. Например, выведение футбольных болельщиков, агрессивно настроенных пассажиров. Так что в случае необходимости не скромничайте, а прибегайте к демаркетингу. It's a business. Молодые, амбициозные, уверенные в успехе развития любого своего проекта. Наши следующие герои – создатели интернет-службы доставки ресторанных блюд. В эффективность этого проекта мало кто верил, утверждают они. Но всего лишь за год с лишним им удалось громко заявить о себе и заработать отличную репутацию. Они сами расскажут. От идей создания до грандиозных планов. Встречайте Максим Коробец и Аванес Аванесян. Ваш номер телефона. Адрес. Общая стоимость вашего заказа составляет 125 лет. Доставка будет в течение одного часа. Вам спасибо за заказ. Хорошего дня. До свидания. Каталин Макдональдс на Ботанике. Едешь на Валик круче. 19. Итак, более 100 заказов за день. Но это сегодня, спустя год после запуска проекта «Страус МД». Вначале было желание создать новый бизнес-проект. Как-то спонтанно у нас родилась идея доставки. Да, и утром Максим звонит и говорит, доставка еды из ресторанов. У нас этого нет. Давайте начнем. Мы увидели, что эта ниша пустая. И затем начали смотреть, как это работает в других странах. Где-то анализировали на Западе, в России. И мы уже начали двигаться в этом направлении. То есть всем она очень понравилась. И мы все поняли, что да, это нужно попробовать. Решили и мгновенно приступили к работе. Для начала хотели создать сервис только по доставке еды посредством сайта. Но пришлось немного изменить метод работы. Мы столкнулись с тем, что никто профессионально это не делает на рынке. То есть нет реально людей, которые были бы одеты в форму. У них были бы термосумки. И чтобы они доставляли эту доставку в течение, например, часа. Начали рисовать. У нас был долгий процесс создания логотипа. У нас сначала получалась какая-то курица. Курица, потом гуси. Да, у нее то ноги были не такие, то еще что-то. То есть мы на протяжении месяца-двух пытались создать логотип. Наш друг за день нарисовал вот этого страуса, который действует. Причем абсолютно бесплатно. И за это мой отдельный благодарный. Спасибо Андрею. В лучших традициях правильного подхода к бизнесу компаньоны составили план развития проекта и произвели некоторые расчеты. Но как это в большинстве случаев бывает у нас в стране, цифры изменились. Стратегия у нас была, но как такового полноценного бизнес-плана не было, потому что нет действительно тех конкурентов, нет той важной статистики, которую мы бы могли получить, а запускаться нужно было быстро. То, что мы расчеты какие ввели, они абсолютно не реализовались. Мы думали, что затраты на саму доставку будут одни, но они оказались гораздо выше. И фактически первый бизнес-план, он был абсолютно нереальным. В том же процессе мы видели настоящие цифры, настоящие расходы и приходы. Занимая новую нишу, сложно было заранее все просчитать. Максим и Аванес очень долго подготавливали рынок к своим услугам. В ресторанах не готовы платить и отдельно, и за клиента, и за доставку. Это вообще абсолютно новая какая-то ниша для нашего рынка, поэтому пока мы обходимся только доставкой. Фактически мы где-то несем каждый месяц убытки, но надеемся, что вот этот рынок будет развиваться. Мы на самом деле сперва упрашивали их и просили, чтобы они поверили нам. То есть мы действительно будем работать, мы действительно сможем принести вам клиенты. И очень много было скепсиса, очень многие думали, что вы такие, как кто-то до этого старался. И сложно шли на уступки. То есть первая десятка очень тяжело пришла к согласию. И, наверное, человек 20 мы обошли, чтобы кто-то из них 10 дал согласие. Но несмотря на все эти сложности и финансовые потери, лёд тронулся. Сейчас работа налажена, и старания и ожидания приносят свои плоды. И вот как работает схема доставки на этот момент. У нас два типа клиентов. То есть первый тип клиентов – это, например, те же рестораны, которые звонят, озвучивают определенные стандарты, которые нам нужно знать. Там адрес, сумма заказа. Эта информация попадается к нам, обрабатывает её оператор, обрабатывает диспетчер и дальше отправляет машину. В процессе, пока курьер добирается до ресторана, как раз еда готова. Второе – это на сайт. Когда человек непосредственно зашёл на сайт, выбрал ресторан, из которого он хочет заказать блюдо, он заказывает это блюдо, оформляет заказ, заполняет имя, адрес, телефон, комментарий, к примеру, какой-то может оставить. И мгновенно мы получаем этот заказ, перезваниваем ему, подтверждаем и звоним в ресторан. И затем уже выезжает курьер в ресторан и затем клиент. Среди клиентов «Страуса» уже не один десяток постоянных заказчиков. Многие из них и завтракают, и обедают, и ужинают посредством услуги доставки. Продвижение проекта. Безусловно, это социальные сети. Но кроме того, непосредственный контакт с клиентом – наиважнейший вид промоции, утверждают компаньоны. Оттого команда «Страусов» проводит своеобразные рейды и акции в виде приятных сюрпризов для коллективов корпораций. При таком подходе о конкуренции говорить не приходится. Их сложно назвать конкурентами, потому что это абсолютно новая ниша сейчас, по крайней мере, в городе Кишиневе. Поэтому они фактически наши партнеры, которые помогают нам развивать этот рынок. Поэтому как таковой конкуренции, наверное, мы не чувствуем. Дай бог нам успевать свои заказы развозить. Это уже сейчас можно говорить о том, что дело сдвинулось с мертвой точки. И механизм работает практически бесперебойно. Однако для этого нужно было приложить не только много усилий, но и средств. Благо, был другой совместный проект, который погашал затраты «Страуса». Когда мы начинали, есть два типа, наверное, подхода к стартовому. То есть первый тип, когда есть определенная сумма, и в нее нужно поместиться, чтобы начать дело. Но у нас был подход другой. Сколько нужно будет, столько мы и дадим. Ну, слава богу, была такая возможность, и мы начали, естественно, разумно использовали эти финансы. То, что зарабатывали из другого дела, мы вкладывали сюда, реинвестировали. Это десятки тысяч евро, так назовем. На что? Хорошо, на что? Пошив формы, обслуживание, сервисная часть именно по сайту. Потому что делал наш программист, Вова Компаньон, и также подключался еще программист, чтобы это было быстрее и эффективнее. Контент-менеджеры, которые постоянно заполняют меню на сайте. Затем администратор, водители. Первое время ведь они все простаивали, то есть сейчас у нас больше заказов. А первое время мы с утра до вечера постоянно платили, естественно, зарплату. Да, будь то пять заказов, будь то пятьдесят заказов мы должны держать водителей и оплачивать им зарплату. Проект этот рассчитан на долгосрочную перспективу. Спустя лишь годы работы трудно говорить о рентабельности, особенно при существующих договорных условиях с ресторанами. Процент с самого заказа, то есть есть... От пяти до двадцати процентов то, что нам дают рестораны, и многие из них просто плачивают доставку. Да, если это доставка, например, если ресторан находится на той же Рыжкановке, и доставку осуществляем по Рыжкановке, то, в принципе, у нас может получаться небольшой плюс. Но если мы едем в дальние районы, то обычно мы не попадаем в стоимость даже пятьдесят тысяч. На сегодняшний день ребята сотрудничают с шестьюдестью четырьмя ресторанами города. Более ста заказов ежедневно, на фоне десяти в первые месяцы работы. Ежемесячно число заказчиков увеличивается на 20%. Это и дает надежду на то, что уже в ближайшее время проект выйдет из убыточной зоны. За нами наблюдают, когда мы выйдем наконец-то к нулю. Да, мы ведем переговоры с... Вот мы были в Штатах, участвовали на выставке. Ведем переговоры с несколькими компаниями. То есть есть бизнес-ангелы, которые, в принципе, заинтересовались страусами, но есть и более крупные игроки, которые, в принципе, именно занимаются подобными вещами. То есть им очень нравится наш проект, и мы ведем с ними переговоры. Вот, в принципе, чуть ли не каждую две недели мы созваниваемся, рассказываем о наших успехах и надеемся, что мы... О чем идет речь? О франшизе или... Пока как такового... О инвестициях, либо о частичном партнерстве долевом. Сотрудничество с иностранными инвесторами – лишь малая часть планов компаньонов. Ребята намерены открыть свое дело производства в сфере общепита. Нечто новое на рынке. Максим и Аванес уже давно сотрудничают в рамках другого проекта, связанного с экспортом и импортом товаров. Есть и третий партнер, который не смог принять участие в нашем разговоре – программист, без которого, как говорят ребята, им было не обойтись. Грамотное партнерство – ключ к успеху. Но, конечно же, есть и другие. Хорошая команда. Стабильная работа. То есть это плотно, стабильно. Ты за дня в день делаешь что-то, наращиваешь, наращиваешь. 15 доставок в день, потом 36 доставок в день, потом 64 на праздник. И сейчас, когда это уже выросло, там, больше ста, то, как бы, спрашивают тоже друзья, а сколько сейчас? Ну, больше ста. Да, и ты так просто об этом говоришь. Раньше ты там радовался, что… 64 с половиной. Да, 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 да. То есть мы вот так вот следили. Сейчас оно уже, естественно, идет где-то больше по накатанной. Уже этот поезд сдвинулся с места. И все же мне стало интересно, за сколько бы ребята продали этот проект с учетом столь трудного его рождения. Сложно озвучить эту сумму. Да, да, наверное, этот вопрос пусть останется загадкой для… На самом-то деле вложили очень много сил в него, но, наверное, неправильно к этому относиться прям к какому-то там детищу и так далее. Да, у нас есть много проектов, мы дальше… Они тоже точно будут тоже успешные, поэтому посмотрим. Мы думали, но, наверное, не… Но суммы мы не определились. Да, суммы мы не определились. Чем больше, тем лучше. Абсолютная уверенность во всем, что они делают. Эти 26-летние парни убеждены, успех проекта в том и заключается, что его первоочередная цель – не заработок, а долгосрочная перспектива. Должна признаться, впечатлили ребята. И Максим, и Аванес, еще будучи 12-летними подростками, решили, что зарабатывать можно на чем угодно. Чем они только не занимались – коммерция, работа в сфере услуг, за границей в том числе. Разумеется, в случае, когда ты перепробовал многое, и за плечами опыт и отсутствие барьеров и страхов, покориться может любой бизнес-проект. Сомнений в их светлом будущем у меня лично нет никаких. Мотивация. Вот он, главный двигатель нашего успеха. Надеюсь, сюжет это еще раз подтвердил. Это был телепроект «Хочу стать миллионером». Увидимся через неделю в то же время на MBC. Оставайтесь здесь, с нами всегда интересно. Продолжение следует...